всем здравствуйте ребята у нас сегодня новый важный день и мы начинаем с тренировки и сейчас уже сергей вот приготовился оделся переоделся и мы выезжаем при обули колеса на более широкие спустились выставили давление все четко у нас тачка готова все проверили пора ехать до серега уже начал прекрасно эту серию всем привет с вами серега стилов то новая серия стилов daily поставьте обязательно лайкос за эти жирные серий которые мы пилим для вас просто ночью вчерашнюю серию я надеюсь все уже посмотрели и сегодня вы смотрите эту новую прекрасную серию нас пятница день влажных тренировок влагодрифт ставьте лайк кто любит гонять по влажному потому что питере погода такая часто и соответственно подождю вроде как прикатаны но здесь на самом деле есть еще народ который тоже подождю приката но в любом случае сегодня тренировки пощупаем сейчас асфальт по мокрому покатаемся само утра как обычно прошли все проверки медконтроль парни подготовили машину я зарегистрировался оплатил взносом кстати 20 тысяч кому интересно наклеили все наклейки на машину вот эти обязательные я тут нашивки эти нашил самое мое нелюбимое дело это шить эти нашивки постоянно бусты отказываются это делать почему-то это не входит в работу механиков я так понимаю что должен быть менеджер на это дело чтобы нашивки нашивать ну и соответственно расклеили тачку в наклейки спонсоров блин я так хотел без них естественно ехать и вчера катался максимально без них но сегодня это обязательно штраф если нет нашивок и наклеек тридцатка поэтому наклейки присутствуют на машине ладно ничего страшного это мероприятие так всегда на гонках поэтому это совершенно нормально когда ты просто на клинлуки приехал он сами понимаете чего этого делать не хочется но ничего у нас есть сочные фотки со вчера поэтому сегодня тоже будут сочные фотки это все мелочи короче сейчас поедем кататься по мокрому гонять мы в самой сильнейшей группе нас определили сразу в четвертую силовика в гоча ключ там все топы поэтому может быть даже с гочей проехаться это было бы клево но его gtr к сожалению по моему отъехал там коробка самсонос отъехала видите все бывает самсонос отъехал поэтому он катается на сексе песня кришка ет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За хорошую команду, так сказать, грех не поехать. Поэтому в командном зачете поедем вместе. Ну и, собственно, сейчас большой перерыв и ждем вторую тренировочную сессию. Обратите внимание, бусты получают еду на обсайды. Мы, кстати, организовали еду, сказали, что не надо ничего заказывать, они заказали на всю команду, это клево. Обратите внимание, машины, сайдмастерс, да, только что фоткались все вместе, механики подошли, все отогнали в палаточку. Моя машина стоит, бусты уже за обедом. И там суд поеда дает. Продолжение следует... Ну а вас я приглашаю именно в этот магаз. Здесь на все скидка 20%. Ну и спасибо нашему любимому Trailhead'у за то, что заспонсировали нашу поездку в Сочи. Ребят, заходите на сайт 34play.me, промокод STILLOW, 15% скидка. Коллекция STILLOW DELI там, она тоже имеется. Выбирайте, например, что-нибудь из моего мерча, активируйте промокод, и я думаю, вас приятно, цена удивит. Ну, либо приходите прямо сюда, померьте и убедитесь сами. Спасибо Trailhead'у, а мы продолжаем. Ребят, у нас по-прежнему идет большой перерыв между сессиями, поэтому здесь сейчас просто чилим, бусты покушали, все в порядке, мы все покушали. Спасибо сайдам. И хотел вам показать наш техпарк, наш уголок, точнее, именно палатки Сайдмастер. Здесь очень много интересных машин, потому что, во-первых, будут зрители у нас на этапе, я так понимаю, завтра и послезавтра. Соответственно, сайды здесь организовывают небольшую выставку, поэтому навезли очень много своих автомобилей, которые я хотел показать. Конечно же, вот эта четырка просто лютая, на весах. Кто-то уже пошутил, что диски в зип есть, если что. Очень круто смотрится, тонированная. Не знаю, я, конечно, тонированные машины, честно, ну, не очень люблю, именно что касается Сильвий, но вот такая машина. Смотрится, конечно, бомбезно. Вся в черном, просто вся в черном. Кто узнал спойлер? Кто-то уже узнал его? Это спойлер от 35-го ГТРа. Сюда, конечно, он залез прям шикарно. Прикольно смотрится, необычно, во всяком случае. Далее Калаш тут привез еще свой Бентли. Скай там вот даже вот на затворках, я не знаю, он готов ехать, не готов. Был сломан, сейчас вот не знаю. Ну и, конечно, уже наша палатка, где наши основные автомобили. Все у нас уже в спонсорских расклейках мероприятия. Причем эти наклейки клеятся не рандомно. Есть специальная бумажка, где написано, нарисовано, как наклейки должны располагаться. Это моя слива S15, кто забыл. Калаша вот 4-ка. С ней вчера отлично погоняли, сегодня еще не успели. На SR, надо, кстати, вам, наверное, показать ее чуть попозже. Или даже сейчас, на самом деле, я показал, что у нее вообще в салоне. Мне очень нравятся, кстати, вот эти зеркала. Форд Ворд Авто, их используют прямо часто очень на своих автомобилях. Пластиковые двери, пластиковые окна. Но это не просто поликарбонат какой-то, я так понимаю, это прямо он. Рейсинг Виндоу, автобан 88. 88, ничего себе. Ну, тут так обрезано, я бы не сказал, что прям, знаете, как будто вот на ЧПУ. Не знаю. Смотрится классно. Толщина, наверное, 4, либо 3. Ну и салон такой прям аккуратный, красивый. Ничего лишнего. Карты пластиковые, не карбоновые. Bright оригинал. С амологацией прям он. Розовые ремни офигенные, еще нашивки Side Masters. Это прям реально стильно смотрится. И рулец тоже, видите, в стиле сливы. Ну, второй ковш Bright. Торпеда, кстати, не карбоновая. Очень странно, что я как бы ожидал здесь карбоновую, либо пластиковую. Она просто стоковая торпеда, вырезанная вся под каркас. Вот там тоже вот непонятное отверстие. Не знаю, конечно, такого уровня машины. Мне кажется, вот эту часть очень важно проработать. Почему? Потому что это, ну, очень видная часть. Так, конечно, она без спору выглядит офигенно. У нее DK Lab ручник. Секвентальная коробка Drent. Motec Mosk, я так понимаю, потому что K-Pad вон Motec виднеется. Вот эта крутилка буста. Вот видите, крутилка. Короче, вот такой автомобиль. Там проводка идет. Она строилась в Forward Auto. Она перестраивалась недавно, вот как раз перед SDC Forward Auto. Здесь карбоновая, кстати, форточка. Вот она смотрится достаточно прикольно, хорошо. Это, кстати, обвес URUS. По-моему, он такой, типа, единственный в России. Из-за того, что он очень необычный. И не каждый его себе такой купит. Потому что он очень угловатый. Видите, у него такие прям грани необычные для Сильвии. Очень необычные. Но вам скажу, вот в целом, вот так вот смотришь на эту машину и смотрится она прикольно. Очень прикольно. Прикольно они придумали с открытием багажника. Багажник пластиковый. Жопа вся железная. Обратите внимание, реально жопа вся железная. Это тоже для меня было удивление. Даже железный пол. Здесь бак радиум. Причем у них, видите, как сделан один насос там внутри. А другой насос вот. Он внешний. Метанол стоит. Машина, кстати, на спирте едет. Маслопомойка радиум. Бак радиум, естественно. Вон там бак сухого картера находится. Использованы обычные, получается, резиновые уплотнения. Без проходных разъемов. Ну, сзади по стайлингу, помимо обвеса, этого дикого спойлера, оптика D-Max. Очень красиво смотрится. Колеса RACE Riga. Два суппорта ниссановских. Двухпоршневых. Спереди, кстати, по тормозам. Ну, а, ну здесь какие-то типа тюнинные тормоза, я так понимаю. Потому что диск перфорированный. И очень такой, ну, небольшой по толщине из суппорта. Четырехпоршневые явно. Вот, кстати, значок Сильвии. Вот такой он был на четырках. Очень странный, да? На S15 совсем другой значок. Помните, там молния. Что с капотом? Он что, железный? Реально, офигеть, он железный. Железный капот. Я такой впервые вижу за долгое время. Ну и, собственно, сыр. Это, кстати, S14 Zenki Dorest. Точно с такой же мордочкой. Здесь у нас SR20 WET на сухом картере, как я уже говорил. Радиатор спереди, естественно, как и у всех сыроводов. Турбина BorgWarner. Не скажу, какой номер ее, но BorgWarner явно. Здесь вот так вот все сделано. Смотрите. Проходного разъема нету. Проводка, конечно, ну, понятно, что, скорее всего, милспек. Нам, конечно же, интересны всякие вот эти нюансы постройки авто. Потому что вы видели, что мы сейчас строим SX. Уделяем реально каждым мелочам. Очень много и времени, и всяких технических, всяких моментов. Конечно, интересно, как другие машины сделаны. Особенно, когда машина сделана в Forward Auto. Ты сразу замечаешь какие-то нюансики. Чтобы удобно было тут же как... А, я понял. О, Сань, здорово. Здорово. Короче, я тут смотрю технические нюансы, именно как форвардские. А скажи, пожалуйста, здесь они что-то меняли именно по проводке? Либо они все так же, как и было, тебе сделали? Скорее всего, так же, как и было. Они точно меняли мотор. Потому что тот мотор еще на прошлом этапе из-за чего застрелился. Как бы работал, но уже неисправно. Они все поменяли. Но, я так понимаю, по проводке они ничего не переделывали. Я понял. Старый спек, который ездил еще вову, чешан на нем. Слушай, такой вопрос. Да, история этой машины такая. Это была красная S14 Boss. Ты ее обменял на 5 своих Сильвий с доплатой? Нет. Давай, все по-честному, суши, без проблем. Ситуация была такая. У меня было очень много Сильвий. Некоторые из Японии, некоторые я здесь по месту покупал. У меня была синяя S15. Ну, вот, примерно такая. Только спекеровская. Вряд ли такая. Ну, вряд ли, да. Но спекеровская завода. И белая спекеровская завода у меня была. Тоже с доками, да? Да, они обе с документами были. Потом? Потом я отдал 4-ку черную, которая с Японии приехала, без док. В Ариету одну, без док. S15 в Ариету, естественно. Это 4 уже. И еще одна какая-то машина была. Вот когда у тебя 25 Сильвий, ты можешь их забыть. Я понял. Мы так и не вспомнили, какая это была 5-я машина. Если я вспомню, я пришлю фоточку ставить. Ладно, хорошо. Если фотки не появилось, то Саня не вспомнил. Да, значит, я не вспомнил. Точно 4-ка. Слышишь 4-ка? Окей. И они тебе отдали эту машину? Да, они отдали полностью машину в Rocket Boss'е. Крассно. Только условие было, что они... С мотором, который не очень. Уже заведомо знали. Как раз-таки они должны были отребилдить коробку, что они, естественно, сделали после сезона. Они, короче, все отребилдили. Перезобрали полностью мотор. Сделали мотор не строкерный, потому что там строкер был. А у нас и запроса не было. Там 700 плюс сил, нам этого не нужно было. Мы попросили сделать надежную машину, чтобы там в порядке 650 сил мы просто ездили и не парились. Сейчас я вообще езжу на либо буст 1 бар, либо 1,3. В порядке от 450 до 550 сил. А какой у нее буст на полной мощности? 1,6. А, 1,6? На мощности 650 сил. Короче, получается, они тебе сделали, грубо говоря, под ключ именно мотор, трансмиссию, а вот все остальное, именно стайлинг, это уже дополнительно. Да, моя история. Я полностью кустил уже за стайли. Все думают, что это дорого, да, вышло, но на самом деле можно посчитать. Покраска вышла в районе 200. Обвес с Японии мне Маки Румас привез тоже в районе 200. По меркам оригинального японского обвеса это не так. Да, нормально. У меня Origin Lava примерно так же вышел, оригинальный. Вот, и я сделал сразу копии этого обвеса. Маски, фар, не маски, а именно... Стекла. Стекла, да. Они по 18 тысяч стоят. Эти поворотники точно 1015-18. В принципе, и все тебе хочется сказать? Да. То есть доплатил ты, грубо говоря, там 600 тысяч? Да. А, я думал, суши больше порядка. Ну, отлично. А скажи, пожалуйста, почему у тебя капот железный? Я тут офигел. Мы столкнулись с проблемой, что мы не можем найти подходящий капот. Ну, пластиковый. В России, как бы, нет нормальных пластиковых капотов на Дорис. И мы решили временно поставить железный капот, потому что уже сроки поджимали, и надо было машину отдавать. И еще вопрос такой. Получается на круг? В общем, того, что ты купил машину, ну, не сам ее строил изначально с нуля. Ну, где-то десятка, наверное. 10-11 миллионов. Думаю точно, да. Вчера подходит Гоча, мы начинаем обсуждать, что за тачка, как она выглядит. Я спросил, а сколько она стоит? Если продавать, он говорит, смело 12. Потому что построить такую, это типа 12+. 12+, да? Он говорит, смело 12, это вот готовое решение. Понял. Она свою двенашку стоит. Я такой, ну фига. Не, ну я думаю, да, я даже не сомневался, что она меньше 10 точно не стоит. Точно нет. Сто пудово. Про счетырку, в принципе, полностью рассказали, показал все технические решения. Они здесь некоторые, например, просто реально довольно просто сделаны, знаешь. Ну, это, знаешь, это сборка такая. Форвард машину собирал очень давно. Да, я вот так и понял. Это 12 год по... 12 год? 12 год по пешкалу. А, ничего себе, реально очень давно. Я думал, лет 5 назад. 10 лет назад. Ну ладно, для 10 лет назад технологии, в принципе, ок. Здесь же спект мотора, кроме того, что это не строкер, самое технологичное решение, которое они использовали бы в машинах. Я понял, мотор новый, короче, по всем технологиям. По всем технологиям. Понятное дело, что что-то там старое, что-то... Ну, блин, мне кажется, тут уже все новое. Коробки новые, переживовые. Там может быть проводка. А редуктор R200 GTR? R200 GTR, да. Расскажи еще про четырку вот эту вот. Насколько я знаю, вы ее разыграете между подписчиками за мерч, да? Всю информацию можете, в принципе, на канале узнать. Я думаю, многие смотрят и знают про эту тачку. Давай я просто вкратце и скажу. Я придумал такую идею, что у нас есть мерч Сайтмастер. За 10 тысяч рублей человек покупает футболку-толстовку. Ну и там прям набор большой. Там всяких аксессуаров. А раньше была тоже Rocket Boss. Мы сделали каюки. Поставили диски такие же, как у Сереги. Да, диски. Один в один. Даже центра такие же в цвете. На эссерии. На эссерии. Понял. Садись, едь. Здорово, здорово. Слушай, у меня тоже давно витает, конечно, мысль сделать конкурс по мерчу. Я думаю, тоже когда они себя реализуют, стопудово. Очень прикольная идея, потому что у человека остается память. Да, но она на долгую. Это быстро или не знавать. Это не быстро. Да, это не быстро. Это не быстро, но у человека остается память, что он участвовал. Да, это здорово, это круто. Американцы так очень часто делают. Да, да. Американские блогеры. Так у них вход в долларах, у них какое-то огромное количество билетов. Ну да. Понятно, что у всех разные концепции реализации, но сам факт. Короче, тачка офигенная, загляденье смотреть. А во сколько выходит такая машина? Вот сама машина плюс доработки. Ну машину, наверное, за сколько ты ее покупал, не помнишь? Я у Гарика ее купил за лями три. Один и три. Да, продавал ее за полтора. Доработки в пятьсот? Да пополе. А нет, тут тудистки сколько стоят? 200, наверное. 200 точно. 200 точно стоит. Покрас, наверное, в 200 вышел. 230. А без, ну, наверное... Сотка смела. Сотка смела, да. Крылья у нас пластиковые. Фонари, фары, вот это все тоже свежее, я смотрю. Ну типа еще 600. Плюсом. Мы сейчас переделываем всю проводку. Плюсом мы собрали другой мотор. Свежесобранный мотор. Там тоже денег заложено. Конечно. Это не меньше, чем 400, я думаю. Ну, плюс-минус там. Если не учитывая работы. Короче, нормально. Плюс все эти работы собрать. Плюс сейчас мы еще в салон будем, там, доделают. Короче, еще плюс лям можно смело закладывать. Два с половой, вот так. Сто пудово. Сто пудово она стоит. Вот такой вот бюджет такой машины. Вот, ребят, так что имейте в виду. Здесь не какие-то там телеги ржавые, но разыгрываются. Последний вопрос. Просто сегодня по четверке, а что там не карбоновая торпеда? Сборка старая. А, ты не стал менять запариваться? Да, да, зачем? Я понял. Ну, ладно, окей. Она просится туда, и, скорее всего, мы сделаем копию обычно стоковой. И, скорее всего, в казашку тоже карбоновая пойдет, потому что нам она уже прям в очень плохом состоянии. Здесь еще, кстати, к слову говоря, стоит вот эта четверка. Она только из малярки, открашенная. Стритовый спек, стоковый SR. Я когда-то даже на ней катался. Салон чисто вообще реально суперстритовый. Какой вот. Хотя нет, салон не стритовый. Стритовый это когда ковер есть. Но музло есть. Вот, кстати, тот самый мерч. Мерч, который будет. Это один из четырех вариантов принта. Для тех, кто вообще не любит принты сзади, вообще без принта будет. Ясно. Еще именная бирка, фамилии и именем, либо с псевдонимом. То есть, все что угодно можно написать. Ну, вообще мощно вы запаривались. И там будет, естественно, номер, который ты выбрал. Один из тысяч. А это наш классический мерч. С тремя сильными. Серега! Давай. Я вспомнил. Пятнашка у меня была в Ливрее. Биздоковая. Вот, пятнашка. Еще пятнашка. Все. Получается, итого. Четыре пятнашки, одна из них варианта. И одна четырка. А зачем ему столько машин? Просто запас? Ну, как мы знаем, они уже несколько пятнашек списали. Из них уже... Рома точно на одной из них поедет уже этот сезон. Одну они разобрали Добровольскому. Короче, у них запас в зип. В зип. Кузова, да, это понятно. Мы с Серегой пришли на трибуны посмотреть, как ездят, посмотреть покрытие. Как я и предполагал, тут сухо-мокро. Вот это сейф был. Самый прикол в том, что, я уже говорил, как-то эта трасса Формула-1 высыхает очень быстро. И там, где участок самой трассы, а он получается вот так идет, там сухо. Идеально. А здесь это называется, типа, зона вылета, короче, большая. И вот этот островок, он, соответственно, сухо-мокрый. Там даже уже есть в некоторых местах. Поэтому здесь супер нестабильно. Мы еще не видели ни одного стабильного проезда. Продолжение следует. Добрый, Ничурок. Добрый. У вас красные щеки, господин Калашник. Такой же красный, как эта машина. Видел, сколько шпакли? Да, нормально. Знаешь, есть смайлик розовый, вот я как раз в телеге сделал, где сердце пробивает. Это вот стрела Тивадара летела в розовое сердечко. Но там было сейчас сухо-мокрое же. Там было просто мокро. А у меня знаешь, какая ситуация произошла? Я туда залетаю, машину стабилизирую. Все, вот это мокрое на степе отлавливаю. Начинаю открываться, а у меня соскальзывает. То есть, если бы меня начало бы спинить до того, как я начал открываться, то Тивадар бы еще отработал. Ну, это время. А так, я вроде как вот этот участок проезжаю, вроде машину стабилизирую, видно, что все хорошо. И просто в момент открытия, вместо того, чтобы машина поехала вот так, она просто едет в сторону. Короче, произошла такая тема, понял? Ну, ничего, это по мелочи, в принципе. Слушай, ничего такого страшного нет. Жалко, капот загнуло очень. Видишь, надо будет выравнивать. Крыло, ну, крыло по мелочи, кстати. Ладно, ладно. И бампер. Все понятно. И фара. Вот фара обидно. 18 тысяч стеклышко. Джинь. Несмотря на сколько еще фары стоковые стоят. Ну, они недорогие. Вот так вот, ребят. Довери человека, считает уже. Деньги за разбитые поворотники. Да, покупайте набор Сайтмастер, чтобы я не считал деньги. Блот на сегодня, видите, ворвался к нам в эфир. Со своими историями. Ты запостил, что у меня видос суперфильм вышел? Да, балладил. Просто, наверное, тысячи полторы комментариев. Да, да. Что люди от тебя пришли. Большой респект вам, что вы пришли. Оставили комментарии, посмотрели фильм. Я надеюсь, что действительно он вам очень понравился. Вот мы старались. Да, ребят, спасибо большое. Недавно как раз вот говорил об этом, оставлял ссылку. Тоже видел, что очень много комментов. Привет от Сереги Стилова в таком роде. Поэтому от меня и от Сани вам огромный респект. Спасибо, что поддерживаете. Такая поддержка – это самое лучшее вообще, что возможно, в принципе, в интернет-ютуб-пространстве. А что будет на прямом эфире? Я вообще… Точный рифчеллендж? Да, да. А мы кладем эфир, да, подписчики. Мне кажется, так классно. Заряжаем слово «пакмоне», наше любимое. Сразу подготовимся. Слушай, а давай какой-нибудь… Врываемся на эфир. Вспомним прошлую трансляцию. Мы ее положили. Она вылетела. Они, я думаю, сейчас подготовились, но мы… Я знаю, что у меня есть ребята силовые, которые ворвутся там в эфир как надо. Поэтому, ребята, врываемся точно на эфир. Он будет в ВК. Я, естественно, ссылку выложу и в инсту, и в ТГ, и в ВК. Везде будут ссылки. Поэтому, если вы везде подписаны, то точно не пропустите. Это не стоп-кадр. Это мне пацаны из Evolution Blended привезли, конечно же, наше любимое масло. Портнамбер 710. Я знаю, все уже о нем знают. Все о нем спорят. Все о нем говорят. Много кто на нем здесь катается. И великие люди, так сказать, царских кровей. И поменьше люди, как тут мы. Ребята дали мне масло заменить в сливу. Потому что в Питере мы не поменяли масло. Так как мы хотели сделать небольшой эксперимент. Приехать сюда на масле, которое мы меняли в сезоне. Оно совсем с маленьким пробегом. У нас там был Валайн. Соответственно, покататься на нем по сухому, по конфигу. Записать логи. Поменять масло на Evolution Blended. Портнамбер 710. И, соответственно, посмотреть логи. Тоже с сухого проезда. Самое главное нам, наверное, температура после заезда. И давление масла. Вот эти два параметра мы обязательно посмотрим. Это все, что мы, на самом деле, можем посмотреть вот так вот, по-быстрому. Из всяких каких-то плотных тестов. Поэтому нам сейчас подогнали масло с запасом. Фильтр у нас с собой есть. И завтра мы как раз его махнем. Ну и ссылка на портнамбер 710. Будет в описании. Там отличный сайт с подбором масла для вашего авто. Ребят, тренировки закончились. У нас уже конец сегодняшнего дня. Как вы поняли, сливы было не видно на второй тренировочной сессии. Потому что я до этого стоял на трибуне, наблюдал все эти заезды по сухо-мокрому. Мало вообще у кого получалось. Буквально по пальцам одной руки, наверное, пересчитать. И принял такое решение, что я не поеду на тренировочную сессию. Она длится час. Моя группа выехала. Я посмотрел все заезды. Там были и хорошие заезды. Были и крэши. И видно было и слышно особенно, как машины реально нормально так долбят по тачкам. Именно по цепи, по трансмиссии, чтобы ехать нормально по такому покрытию. Поэтому я принял решение. Даже с учетом того, что уже там дым появился. Принял решение, короче, не ехать. Сохранить именно трансмиссию. И лишний раз не рисковать. Почему? Потому что если бы мы были бы либо дома, либо мы были бы с полным зипом, как мы выезжали на РДС. Без проблем. Мы покатались. Так как у нас немного другая ситуация, вы сами понимаете. Я просто принял такое решение. Бустам сказал. Они сказали, да нет, ты что, езжай. Если что, все починим. Я подумал, что нет. Я все-таки в этот раз сохраню тачку. Ну и завтра на квале, если будет, конечно же, такая погода. Естественно, я буду долбить на полную катушку. Бить по всем педалям, как угодно. Но ехать трассу максимально. Но вообще завтра вроде как по прогнозу хорошая погода. Поэтому по хорошей погоде, в принципе, я покатался. Заезды вполне получались. Завтра еще потренируемся и ворвемся в ВАУ. Короче, вот план такой. Такое двойное чувство. Типу вроде как вот твоя тренировка. Ты не покатался. Но с другой стороны ты смотришь на все эти крэши. Ты думаешь, ну и, наверное, к лучшему. Потому что нестабильное покрытие, да. По такому надо учиться ездить. По такому надо ездить. Я, в принципе, не первый раз сталкиваюсь с нестабильным покрытием. Кто давно смотрит, они понимают прекрасно, что я по такому гонял. И в соревновательном плане, и в тренировочном. Но я думаю, что я принял правильное решение. Ну а завтра будет новый день. И будем опять гонять, тренироваться. И, конечно же, врываться в ВАУ. Ребят, на этом серия подходит к концу. Спасибо большое, что ее посмотрели. Это во-первых. Во-вторых, залетайте обязательно на трансляцию, которая будет. И ссылки я оставлю прежде всего в телеге. Вот у нее ссылка. Обязательно сканируйте QR-код. Присоединяйтесь к нашему каналу. Также в Инсте будет ссылка. Залетайте на трансляцию, и просто мы ее разносим. Я сказал, что все, надо просто врываться все вместе. Я ворвался на СДЧ, вы врываетесь на трансляцию. Болеем, поддерживаем. Ну, я буду это видеть. Это будет все меня очень тоже мотивировать. Ехать круто, стопудово. Конечно же, спасибо еще раз скажу трейлхеду. Красавцы просто. Низкий поклон, как говорится, потому что без них мы сюда не приехали. Ну и спасибо вам за то, что постоянно даете мне мотивацию, что-то обсуждаете, лайкаете, комментируете. Это тоже очень круто, очень здорово. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Обязательно подпишитесь. И с вами был Серега Стилов. Стройте тачки, тренируйтесь. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok